Ну, может быть, по качеству предыдущая партия несколько превосходила все, которые были до этого, что, в принципе, конечно, не в самом лучшем свете выставляет наш матч, но ничего не поделаешь. Такая конь f3 и g3. Многие из вас знают, что долгое время я практически исключительно в своих белых партиях, в том числе в классических белых партиях, избирал первый ход конь f3 с последующим g3, но в последнее время этот ход далеко не исключил своего апертуара, но разбавил его первым ходом е4. На то были свои причины. Давайте попробуем пойти в Грюнфельд с переменной цвета. Это, конечно, не самое сильное продолжение, забил немедленно 2-0 сильнее, но позиции вот в этом Грюнфельде могут получиться достаточно интересные. Е5 здесь принципиально. Я так думаю, что если черные хотят рассчитывать на уравнение, должны играть Е5. Хотя же 6, вот Игнат тоже справедливо подмечает, же 6 ход хороший. Пойду с C4. И проще всего дайна слон G7. ДЦ. С3. Ну слон G7 последует. Там есть, насколько я помню, есть какие-то новые идеи за белый святый на исходах ферзе 4. Конечно, если, чтобы в них идти, желательно знать, что там происходит, но в Блице не всегда получается все знать. Давайте сыграем Ферзе 4. То есть у любого ответа за черный здесь есть свои недостатки. Может быть, конь F на D7, самое сильное продолжение. Согрена, конь B на D7. Самый естественный ход, но вот... Не исключено, что первым приоритетом все-таки должно быть здесь невыданное вскрытие слона G7. А могу взять на C4, могу не спешить. И, в принципе, вариант не спешить мне нравится больше. Брокирую, пойду ладят D1. Если не ошибаюсь, эта позиция известна в теории, и здесь вердикт для черных достаточно неутешительный, если честно. Потому что у белых очень сильное давление на ферзевый фланг каталонского типа. То есть такое ощущение, что Игнат что-то напутал с порядками ходов в дебюте. Ну, в принципе, он в этом не одинок. Посмотрите, к примеру, партию Суа Харик Хришна из... Вейконзеи этого года. Там получилась очень похожая, может быть, вообще идентичная позиция. Харик Хришна боролся, защищался отчаянно, но в итоге не устоял. Посмотрим, сможет ли устоять, или может быть, даже победить Игнат в этой партии. Взять его это будет непросто. Тяжело даже следующий ход найти здесь за черт. А6. Обязан ли обратный С4 сразу? Наверное, нет. С другой стороны, какой ход делать? Игнат в этой партии. Здесь у меня идея сыграть Б3. Прожертвовать эту пешку. Попытаться еще больше нарастить давление. Не знаю, насколько хорошее. В принципе, Ферк С4 обещает перевес. По крайней мере, легкий перевес, без больших волнений. Хочется большего. Б3 ход не очень удачный. Давайте возьмем пешку. Конечно, вот черт, но здесь легко не уравнивают. Слон на Ж2 намного сильнее, чем слон на С8. А вот при слону С1 на Ж7, настолько легко это соотношение выявить не удается. Слон на С1 тоже неплохая фигура. Тем более, вот после Е5. Теперь конь может уйти на С2, а может быть на Е3 как-то. Идея Игната, скорее всего, заключается в том, что на конь С2 будет Б5. Таким образом, черт не пытается активизироваться во второго слона. То есть ход-то, в принципе, вполне здравый. Обязан дляиграть конь С2, другой вопрос. По виду, эта клетка наиболее гибкая. С Б3 у коня не так много перспектив. Давайте сыграем конь С2. Ну, В5 надо играть, иначе какой был в всем этом смысл. И на труд фигура просто ЛДБ8. С идеей слон Б7. Даже если чертам сейчас удастся поменять этого слона, то на это, конечно, потребуется время, и белые должны сохранить определенный перевес. В частности, по той причине, что ход Е5 ослабил поля в центре. Но, тем не менее, размен белопола, безусловно, здесь облегчит тяготы обороны для моего соперника. Но, В5 надо делать ходу, желательно побыстрее. Потому что 45 секунд в тяжелой позиции это мало. Что же самое можно сказать про 30 секунд? А, 6. Видимо, это какая-то профилактика против хода Ферзь Х4. Опять же, определенный смысл в этом есть, но мне кажется, что все-таки Б5 должно было быть первым приоритетом, в той позиции. Теперь я могу или Ферза увести, или пойти А4. Вот по виду ход Ферзь Б4 смотрится неплохо. Там, правда, Владея 8, слон И8, может быть, будет. Ну, после этого Ферзь ведет на Б4. Ну да, давайте Ферзь Б4 сыграем. Б5 обессмысливается, слон, видимо, готов выйти на Е3, или конь выйдет на Е3, и потом на Д5. Так или иначе, позиция, в общем, довольно плохая. И, пожалуй, что даже более важная позиция, очень пассивная. Ферзь Б6 Сграя слон Е3 Конь же 4 практически обязательно, по-моему. Иначе черные просто не выйдут. Для Б8. В принципе, Б5 вряд ли угроза, там конь на С6 зайдет. Поэтому пока сделаю профилактический ход H3. Чтобы конь на G4 не попал. Е8. Оставлю Владю на открытую линию. Скорее всего, поставлю слон F8. Конь F8. Кстати, в принципе, логичное действие. Да, может быть, кстати, перерез белых уменьшился. Игдан очень хорошо защищается в этой партии. Позиция все равно остается неприятной, в любом случае. Наверное, мне пора как-то... Пытаться все-таки решить исход партии. Потому что иначе, перерезом может вообще ничего не остаться. В надежде на то, что в конце всех вариантов каким-то образом отвиснет на Б7. Хотя, кстати, это далеко не факт. На G8 может быть конь D5 какой-то ход. Ну, G1 было играть нельзя, потому что я забираю ладью с шахом. И партия заканчивается. Если честно, казалось, что у черных уже хорошие шансы на спасение.